Новый турфест прошел в парке Зелёный остров. Весь потенциал омского туризма продемонстрировали на 50 площадках. А главное, во всём можно было поучаствовать самому. Отведать национальные еды, почувствовать себя парапланиристом, покататься на байдарке. Очереди желающих говорили сами за себя, а мечам полюбился фестиваль. А идеи о том, как разнообразить досуг, оказались крайне актуальны. Приметой нового фестиваля стал сектор с водными видами спорта. Ходить под парусом пробовали все страстные любители отдыха на воде. Упражнения с балансбордом на своей площадке предложили вейкбордисты. Впервые представили свой спорт дайверы, которые доказали – Омская область и подводное погружение отлично сочетаются друг с другом. Впервые у нас появилось подводное плавание аквалангисты в 1958 году, когда потребовались водолазы-диверсанты на наши военно-морские флота, северный, черноморский, тихоокеанский флота. И тогда развитие подводного спорта получило наибольшее распространение. В настоящий момент у нас дайвингом занимается определенное количество людей, у которых возможности позволяют выехать после обучения в Таиланд, на Кубу. Активный отдых представила Федерация ездового спорта. А энергичные хаски становились объектом внимания и поводом для улыбок. Неподалеку на мечах из киноэпопеи «Звездные войны» сражались все желающие. Приемом их обучали опытные мастера сценического фехтования. Изначально мы фехтовали в стилистике «Звездных войн». То есть то оружие, которым мы фехтуем, оно сделано, стилизовано, под ЗВ. Есть светящиеся мечи, на которых тоже можно работать, это тоже как бы под ЗВ. Вообще мы сейчас уже учим не только работе на таком оружии, но и на работе других видах. Но основное направление все равно остается «Звездные войны» и стилистика «Звездных войн». Попробовать стрельбу из лука и перенестись из современного мегаполиса в средние века решили десятки участников Турфеста. Опытные инструкторы показывали, как правильно натягивать тетиву и поражать мишень. Свои способности решил проверить и капитан КВН команды Амичи Сергей Калмогоров. На Турфесте это такое, если можно сказать, прикладное. То есть собак я могу только посмотреть, погладить, и тут я могу действительно чему-то научиться. Если палатка уже стоит готовая, там все уже готовое, тут я могу что-то новое подчеркнуть для себя, прям руками потрогать, пощупать, попробовать. Интересно. В веревочном парке обучали не бояться высоты. В секторе скалолазания быть ловкими и быстро достигать вершины. Идейными вдохновителями всех Турфестов являются энтузиасты из клуба «Увлеченный я». Они организуют здесь самое большое количество площадок и на этот раз представили свое новое экскурсионное направление. У нас город с 300-летней историей. Как за 300 лет нельзя сформировать никаких интересных событий, феноменов? Конечно, они есть за каждым поворотом. Поэтому это, конечно, касается не только скульптурных композиций, это касается не только архитектурных сооружений. У нас очень много людей и современников наших, и людей, которые творили этот город. Открытие фестиваля прошло на главной парковой сцене. С приветственным словом перед сгостями выступил министр культуры Омской области Виктор Лопухин. Фестиваль однозначно претендует на статус традиционного и от сезона к сезону только крепнет, становясь все более популярным брендом среди амичей.